Скажите несколько слов о своем отношении к желанию женщин искусственно через уколы и операции поддерживать красоту в старшем возрасте. Мужчина задал вопрос. То есть ему это было, его как-то сильно беспокоит, похоже. Понимаете, все искусственное внешне может улучшить красоту, а внутри огрубляет. Я, допустим, разок очень сильно испугался, то есть я увидел женщину, какие-то у нее были непонятные губы, вроде бы внешние, они были очень красивые. Но мне было страшно на нее смотреть, губы были холодными, у нее не было красоты, в губах не было красоты. Я понял потом, что это просто была произведена какая-то операция с ней искусственная. Если уродство конкретное на лице, то эта операция хорошо, потому что в этом случае женщина как-то сблаживает свое уродство. Но если губы просто нормальные, но хочется их чуть-чуть поддуть, то тогда это приводит к тому, что женщина становится похожа на куклу. То есть она теряет себя в этом случае. Это касается любых искусственных частей тела. Но здесь еще одна из проблем, допустим, если женщина вставляет искусственный пластик в грудь, то железы груди начинают атрофироваться. То есть ко мне одна женщина пришла, она говорит, у меня нет функции материнской в плане кормления, потому что я ставила вот эти импланты. Но импланты со временем также увеличивают склонность к нежелательным процессам, кроме атрофии, к самой железистой ткани. Идут также возможности различных воспалительных заболеваний груди. Иногда даже онкология может возникнуть в результате этого. То есть организм не терпит вмешательства такого ради красоты искусственного, за исключением тех случаев, когда человек действительно имеет какое-то уродство. Ему нужно просто как-то нормально существовать. Бога не обманишь. С другой стороны, если женщина ведет здоровый образ жизни, она имеет хороший вид, более-менее. Но в пожилом возрасте не нужна внешняя красота женщины. Она должна заниматься духовной практикой, стать красивой в своем сердце. Когда женщина очень лощенно выглядит в 60 лет и с короткой юбкой, то это страшно смотрится. Не то, что это смотрится как-то, ну, может, кто-то скажет, может, красиво, может, некрасиво. Потому что красота женщины связана, вот внешняя красота женщины связана только с одним фактором. Это возможность зачать, выносить и родить ребенка. Вот когда даже женщина просто еще не замужем, она красивее, чем та, которая уже рожала. Почему? Потому что когда женщина родила, эта функция уже, ну, как бы, функция сделана. И внешняя красота женщины переходит во внутреннюю. Женщина всегда будет красивой. Просто внутренняя красота нужна для семейных отношений. И она переходит в глубину в отношении к семье. А внешняя красота нужна для создания семьи. Потому что для того, чтобы семью создать, нужно привлечь человека. Вот эта привлекательность, этот сильный настрой женщин на внешнюю привлекательность, это, по сути, демонизм. Потому что это демоническая культура, чтобы женщина всегда была соблазнительной для всех. Потому что самая главная женская красота, это сердечная красота, внутренняя должна предназначена быть для семьи. Но если женщина все время пытается внешнюю красоту культивировать в себе, она будет, ей будет не хватать внутренних отношений. Поэтому так сейчас много разводов. Люди встречаются, женятся и разводятся. Почему? Потому что не хватает силы у женщины удержать отношения. Она не вкладывает в отношения, она вкладывает в внешнюю вещь. Мы пока не будем начинать лекцию. Ответ на вопрос продолжим, потому что зал не собирается. Кровки в городе. Мы чуть-чуть подождем минут 10-15. Согласны, да? Пока еще ответ на вопрос. Может ли женщина вне семьи развиваться? Женщина всегда развивается только в близких отношениях. Если нет семьи, значит можно развиваться в отношениях с подружками, с родителями, с родственниками. То есть в близких отношениях женщина развивается в близких отношениях только. Некоторые женщины думают, что когда они карьеру делают по бизнесу, они развиваются. Развитие для женщины — это близкие отношения. Если женщина не развивает близкие отношения, она высыхает. Ее красота тает, гормональные функции тают, отношения тают, сила внутренняя сохранять семью, рожать детей — все это тает. Если женщина что-то другое поднимает под своим развитием, развитие для женщин также означает сделать общество близким для себя, то есть стать матерью для всех, но это тоже опять женская крылья. Конфуция. Это уже Китай. Прямой путь или правило поведения, которому надо следовать недалеко от людей. Если люди ставят себе за правило поведение то, что далеко от них, то есть несогласованно с их природой, то оно не должно быть принимаемо за правило поведения. Допустим, маленький ребенок склонен к игре. Почему? Потому что у него еще незрелый разум, чтобы серьезно воспринимать этот мир. Например, ребенку не надо показывать труп его отца и говорить, вот папы уже нет. Ну то есть он не может это серьезно понимать, потому что он ближе, он как душа еще действует, не может поверить в то, что папы нет. Это наше заблуждение. Ребенок не поддается влиянию этих заблуждений, знает, что папа всегда будет жить. Например, в детском возрасте я маме говорю, мама, мы же с тобой никогда не умрем. И это правда. Но мы в результате философии неправильной уже начинаем думать по-другому. Мы смотрим, тело стареет, наверное, я все-таки умру когда-нибудь. Вот. Нет, ты не умрешь. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вот. Это факт, что ты не умрешь никогда, потому что ты, это тело, это просто то, где ты живешь. Вот это не я, это то, где я живу. Вот вчера мне пострибли волосы, я взял кусочек волос, вот так посмотрел. Это я или не я? Извини. Кто знает, это я или не я? Ну, это только что я же был. Может, я и остался? У меня кусок зуба выпал три дня назад. Взял кусок зуба, смотрю, я или не я? Что-то родное. Надо выкидывать. Волосы не я, а носа слет вальца, я или не я? У одного негра зафиксированный факт, по-моему, в книге рекордов Гиннеса. У него пол черепа снесло, а он жив остался. Мозги на половину, и он нормально заброшает, все. Нормально, он жив. Но негра. Итак, если бы снесло другую половину. Вот эту половину снесло, он я, остался я, да? Но те мозги выкинули в мусорку, которые... Я развод на операции, на ней хирургической, присутствовал в студенческие годы. Вот такую вот селезенку у человека удалили. И в тазик. Бум! Большая штука. Я или не я? Так, селезенка не я, половина черепа не я, другая половина тоже не я. Вот, сердце удалили, искусственно поставили не я, печень заменили не я, почки заменили не я. Тогда кто я? Тело или нет? Нет, я не тело. Видите? Это называется метод редукции. Магически, пожалуйста. Поняли? Итак, я не тело. Значит, есть тонкий мир, тонкая жизнь, в тонком теле. Если я не тело, я что-то, я же не нос, который вот я его выкину, оп, раз выкинул, все, не нос. Есть такой анекдот, один как бы в тюрьме сидит, но у него сифилис, и он нос отвалился, выкинул. Другой сидит, говорит, о, ты классно потихоньку сматываешься. Отсюда. Но он не сматывается, он же не тело сматывается, то, что уже ему не нужно. Прямой путь или правило поведения, которому надо следовать, недалеко от людей. Если люди ставят себе за правило поведения то, что далеко от них, то есть не согласно с их природой, не согласованно, то не должно быть принимать за правило поведения. Если я не тело, зачем тогда всю жизнь посвящать телу, зачем тогда пытаться всю жизнь только работать на него, постоянно его содержать, чтобы была квартира для него, чтобы была машина, чтобы все у него было нормально. Может быть надо о чем-то другом еще подумать, если я не тело, значит тогда может быть есть смысл подумать о том, что останется со мной, тело-то здесь остается, а я туда, куда-то ухожу. Надо разобраться, что со мной остается, а со мной остаются мои поступки хорошие, раз и плохие. Со мной остается мой характер, со мной остается мои отношения, поэтому люди стараются хорошее что-то в жизни делать, чтобы со мной это хорошее потом осталось. Со мной что остается? Со мной остается наказание и поощрение. Мои отношения с Богом это самое лучшее, что со мной остается, потому что удача зависит от них. Что такое удача? Неудачник это кто? Атеист. Тот, у кого нет связи с Высшим. Тот, у кого есть связь с Высшим, это удачник, удачливый человек. Верующий человек. Без совести нет веры, без веры нет совести. Совесть это представительство Бога. Поэтому человек, который живет по совести, он в следующей жизни тоже будет жить по совести. С собой это можно взять. Самое лучшее вложение это вложение в следующую жизнь. Не в эту, а в следующую. Для этого надо жить, чтобы вкладывать дальше, чтобы жизнь дальше развивалась. Но и в этой ты ничего не теряешь, говорится. Если человек развивает себя изнутри, то он и в этой приобретает все самое лучшее, как это происходит естественным образом. Когда женщина развивает себя изнутри, она становится хорошей. Она хорошей становится. Даже в пожилом возрасте ее красота уже будет другой. Она будет красивой, но это не будет связано с телом уже. Но если девушка молодая работает над собой, ее красота будет идти в тело. Не то, что она молодая, она работает над собой, и у нее красота куда-то в другое место пошла. Как замуж выходить? Нет, все предусмотрено. Если молодая девушка работает над собой, она становится красивее, в теле как-то красивее становится. Все, понимаете, все становится красивее. Парень работает над собой, он молодой парень, крепкий молодой парень, у него, когда он работает над собой, молитвой занимается, у него появляется энтузиазм, появляется энтузиазм, хочется дальше делать зарядку, потому что есть силы. Почему нет силы? Потому что глупости делаем. Сделал глупости, лежим по всей дуне. Как же дальше? Если сделать что-то хорошее, ну, пошло зарядку там, облился холодной водой, он красивый, стильный, нужный всем, счастливый. Видите, внутренняя жизнь дает все в этой жизни и потом еще, и в следующей. Но когда человек живет неправильно, не в этой жизни ничего хорошего, неправильно означает работать как ишак, курить, пить потом, от чего курим, пьем, от того, что перенапрягаемся. Работаем как ишак, надо снимать напряжение, надо выбирать. Выбираем, как снимаем напряжение. Молиться, естественно, сил нет, потому что все силы на работу ушли. Как снимаем перенапряжение? Давайте выбирать. Первый вариант – разврат. Второй – выпивка. Третий – наркотики. Четвертый – азартные игры. Пятый – смотреть кабельное телевидение. Дальше, шестой вариант – форекс. Мечта. Гусарская ветка. Дожить бы до утра. Ну, то есть, это все оттуда, из этой оперы. Ставим на банк. Все это для чего нужно? Снять с себя напряжение. Вот этот парк, где там колесо, вот это. Снять с себя напряжение. Значит, все это мы снимаем напряжение просто. Почему? Потому что упакиваются. Но почему человек упакивается? Он пытается победить то, что ему не принадлежит. Если хочешь иметь хорошие деньги, развейся как личность. Стань таким человеком, который всем нужен. Все. У тебя сразу обратят внимание. Есть такой фильм. Как же он? Я не помню, как называется уже. Такой старый фильм, когда девушка из деревни, она имела благочестие сильное. У ней был великолепный голос. И она приехала. Как? Приходите завтра, да. Она приехала там петь. Говорит, что пустить, приступите в институт. Она уже приехала после экзамена. И говорит, что и там ее студенты начали разыгрывать. Так, давайте вас посмотрим. И все садятся ее смотреть. Там что-то пишут. Она поет. А поет просто супер. Все студенты на период приходят. Потом преподаватели начали приходить. А потом ее взяли в институт. В конечном сете. Потому что она талант. И куда ей деваться, ей надо закончить этот институт. Талант сам притягивает. Человек получает то положение в обществе само собой, которое не положено. Но талант — это благочестие. Это не возникает само по себе. Для этого нужно работать над собой, чтобы талант был. Благочестие повышается, раскрывается лепесток, цветок души, раскрывается в результате внутренней жизни. Девушка не может быть красивой, если она не работает над собой. Мне лицо может быть красивой, но не сейчас. Мне такая красивая. Почему ты мне не привезла? Боялья. Дороги в силу. Красота-то там прише должна быть. Если люди ставят себе за правило поведение то, что далеко от них, не их природа. Наша природа, прежде всего, это тонкая жизнь, то есть это работа над собой. И духовная жизнь — это связь с высшей силой молитвы. Как ребенку играть хорошо в жизни? Хорошо играть. И игре развиваться. Так человеку надо понять, что главное для него в жизни, а что второстепенное. Если ребенка в школу отдали, муштруем, у него разум не готов к такой жизни, то он не будет развиваться. Нужна игра. Потому что это естественно для него. Также для нас неестественно упахиваться и неестественно жить вот этими внешними интересами. Потому что для нас важнее внутренняя жизнь. Мы ведь думаем о том, хорошее у меня настроение, постоянное или плохое. Мы думаем, какие у меня отношения с людьми. Мы думаем, как растут дети. Это для нас важнее. Но если мы отдаемся силы туда, то тогда здесь ничего не будет. И это значит, что главное мы теряем. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok